Но театр уж полон, ложи блещут, и взвившись, занавес летит. Вот пока занавес летит, мы ближе к торту, который первым вернул в эпоху 60-х. Запечатлел ту эпоху, вот все, что тогда было, беломор, пиво, черный хлеб, даже вот эти маленькие шпроты, журнал «Крокодил», все это съедобное. Позже проверим стакан на стойкость. Ну а сейчас погружаемся в 60-е и, которые были далеко не торт. Но, как говорится, чем дальше, тем милее. Мой адрес не топный, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не топный, не улица, мой адрес Советский Союз. На станции Северный Болюс, для малайских привет! Меня принесло в юность пионерскую и консомольскую, и только потому что, ну да, вспоминаешь, я вообще политэмигрант, и уехал с большим отрицательным отношением к Советскому Союзу. Но когда запели мой дом, мой адрес Советский Союз, не дом, у него адрес Советский Союз, я подумал, что мне стало грустно, потому что мы потерялись очень много, да, не только, ну, страну потеряли. Это все живет в нас, и они нам помогли это увидеть, почувствовать и понять, что мы все те же, несмотря на то, что мы живем вот здесь, в другой стране, но мы родом из детства. Их хотели просто вернуться немножко туда вот в то время, откуда мы все родом, объясниться в любви этому времени. В спектакле каждый нашел свой кусочек личных воспоминаний и ностальгической радости. Вспомнили свою молодость, которая еще не прошла, да, вот, и вспомнили себя в то время, и вспомнили страну, в которой мы все родились, выросли. Вспоминалось подсоветское пиво, которое в Канаде обрело свое качество. Ну и, конечно, любой правильный театр начинается с буфета, где все любимое, но не виданное в те самые 60-е, ну разве что чебуреки с томатным соком. Словом, все вышло вкусно, содержательно и душевно.